29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Это не праздник, а повод напомнить о серьезности проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. Они остаются главной причиной смерти людей даже в развитых странах. Учитывая положение дел в Украине, для наших граждан профилактика заболеваемости особенно актуальна. Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний – проблемы мирового масштаба. Всемирная организация здравоохранения приводит печальную статистику. Данный день подчеркивает сложность сердечно-сосудистых заболеваний и превалирование над всеми другими. Действительно, традиционно сердечно-сосудистые заболевания ведут лидирующее значение и имеют в развитии патологии и смертности населения не только Украины, но и всего мира. Это две трети случаев всех смертей. Про заболеваемости обсуждался на состоявшемся в августе Европейском конгрессе кардиологов. К сожалению, Украина определена как страна с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых проблем у населения. Действительно, каждого пациента, каждого жителя нашей страны можно рассматривать как уже персоны с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Подавляющее большинство населения пренебрегает мерами профилактики и начинает лечиться, когда болезнь уже запущена и справиться с ней тяжело, а бывает и невозможно. Практически 20% нашего населения впервые узнают о заболевании сердечно-сосудистой системы, попав в стационар в остром состоянии, то есть когда случается инфаркт или инсульт. Первое профилактическое средство – измерение давления. Это можно сделать бесплатно в любой аптеке. Если давление будет выше 140-систолическое или выше 90-систолическое, это значит, что пациент, этот человек является уже пациентом. И это действительно артериальная гипертензия. Это не приговор, к сожалению, это очень часто сейчас. Но это надо сделать обязательно каждому из нас хотя бы раз в год. И каждый год повторить. Потому что начинается все очень из-под тяжка. Сначала давление 140, потом оно 145, потом оно 150. И через несколько лет оно уже может быть 180 без ощущения для самого пациента. Одна из причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний – курение. По количеству курящих Украина находится на втором месте в Европе после Греции. Способствует заболеваемости непомерное употребление соли и сахара. Отказ от курения, нормализация образа жизни, то есть это правильное питание, правильная физическая активность, позволяет нам практически на 40% уменьшить риск развития и прогрессирования сердечно-сосудистой патологии. Продолжительность жизни в Финляндии за время, когда развал СССР увеличилась на 12 лет. И это было связано с тем, что были приняты общие государственные некоторые рекомендации по образу жизни. Так, среднее потребление поваренной соли в Финляндии было сокращено с 7 грамм в сутки, в среднем до 3 грамм в сутки. Были направлены мероприятия на повышение физической активности всех слоев населения. И это дало за 7 лет, за 8 лет результат, плюс 12 лет продолжительности жизни. Безответственное отношение большинства населения к своему здоровью и экономические условия жизни делают лекарства основным орудием в борьбе с болезнью. У нас работает программа «Доступнее легки». Это государственная программа, которая позволяет обеспечить пациентов необходимыми препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В Одессе долгие годы успешно работал кардиологический центр имени профессора Людмилы Олейниковой на базе 3-й городской больницы возле парка Шевченко. В год принимали до 5000 пациентов. Еще около 7000 получали экстренную помощь в травматологическом пункте. Кроме сердечных, там лечили тяжелые формы легочных заболеваний. Полтора года назад центр закрыли. Дело все в том, что замены этой клиники в Одессе нет. Избыточная смертность по кардиологии в Одесской области зашкаливает. И она, в общем-то, намного превышает смертность от ковида. Одесса осталась за прошлый год, на год, больше чем на год, осталась без кардиологии вообще. Без кардиологической помощи населению. Потому что основную кардиологическую больницу закрыли, а там было 212 койко-мест. В еврейской больнице отделение кардиологии, которое оказывало ургентную помощь, тоже больше чем на полгода она была закрыта. Оставалось там практически 10 койк и все. И в городе больше ничего нет. Кардиологический центр имени Людмилы Олейниковой был комплексным медицинским учреждением, заменить которое пока нечем. Это была и реабилитация, о которой мы сегодня также будем говорить. То есть это и правильное диагностирование, это профилактика, это лечение и это реабилитация. А также, в принципе, мы понимали, что это серьезные наработки, методики. Это серьезный медицинский коллектив, который бы мог в дальнейшем развивать клинику. И ни в коем случае не заменять ее теми отделениями, которые на сегодняшний день у нас в городе появляются. Одесские медики, общественники и депутаты обратились к городской власти с требованием рассмотреть вопрос смертности от кардиологических заболеваний на совместном заседании нескольких депутатских комиссий городского совета. Восстановить кардиологический центр и внести изменения в бюджет для его финансирования.